Синоптики прогнозируют, что окончательно плюсовая температура воздуха в Ленинском городском округе установится к 20 числам марта. А это значит, что жители верхних этажей домов с поврежденной кровлей рискуют увидеть подтеки на потолках своих квартир. В качестве превентивной меры уже сейчас представители депутатского корпуса, территориальных отделов и управляющих компаний осматривают проблемные дома, по которым поступали жалобы от жителей. Подскажите, пожалуйста, как у вас с кровлей дома? Подскажите, пожалуйста, не уходите. Не течет у вас кровля? Кровля не течет. Так. А протекало, потолок протекал. Так. И вот здесь вот протекает. Звонила я в аварийную. А у вас где протекает? В каком месте? И на кухне протекало, и в комнате. Вот зайдите и посмотрите. Давайте. Один из сигналов поступил от жительницы дома номер 9 по Советской улице. Как выяснилось, в основном граждане жалуются на прошлогодние подтеки. После обильных снегопадов в году нынешнем был короткий период оттепеля. Но он никаких новых проблемных мест не показал. Такая влага была на кухне вот здесь вот. А вон видно на потолке? Да, да. Вот. Это вот когда было? Недавно относительно? Это было, по-моему, прошлый год. А вот сейчас оттепель была, не было? Пока не было. Осматривают специалисты и места общего пользования, в частности, лестничные пролеты. Здесь также нередко обнаруживаются следы старых протечек, как в этом же доме по Советской улице. При первой оттепели, вот как только сейчас начнет таять снег, специалисты выйдут и посмотрят, можно ли это локально устранить, да, то есть восстановить слой гидроизоляции и где-то это все заварить. Если это не получается делать локально, и мы не можем это сделать, то, соответственно, будем идти по пути капитального ремонта кровли. Подобные рейды теперь проводятся на постоянной основе.